Президент России в послании к Федеральному собранию поручил расширить программу социальной газификации на садовые и дачные кооперативы. Однако процесс это не быстрый и многоэтапный. Постановлением правительства бесплатное голубое топливо в первую очередь будет подведено к участкам внутри садовых некоммерческих товариществ, которые расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов. Это если коротко, а если взглянуть на ситуацию углубленно, то вопросов более чем достаточно. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин провел в администрации округа рабочее совещание с председателями тех СНТ, которые вошли в первый этап программы. Пригласили представителей Мособлгаза, администрации округа, управление архитектурой. Решение президента о газификации всех СНТ остается в силе, но у нас их огромное количество, в данном случае по области это 12,5 тысяч. Понятно, в один год всех мы не газифицируем. Поэтому в соответствии с правительством, постановлением правительства Российской Федерации, первый этап это те СНТ, которые уходят в черту населенного пункта, границы населенного пункта. И вот эти, сегодня этот список утвержден. В настоящий момент в Щелковском округе подошли к социальной газификации 33 садовых товарищества, но в перспективе еще 6 должны подготовить документы. Итого будет 39. В Властинопетровском там меньше, там 11. Напомним, программа социальной газификации предусматривает бесплатную прокладку газовой трубы до границ СНТ и внутри него, до границ каждого участка. Одно из условий, чтобы в СНТ было больше половины домов, оформленных как жилые, теперь отменено. Условия по оформлению своего дома и подведению к нему газа каждый садовод будет решать сам. Вошли в состав первого этапа программы СНТ, которым будет подведен газ, и в этом СНТ каждому участку подведен газ. А вот дальше уже индивидуально для каждого будет условие. И первое условие – это жилой дом. Сегодня как раз архитектура пояснила порядок оформления жилого дома. Он упрощен. Как сообщил Владимир Шапкин, процесс оформления документов на будущее подключение газа в СНТ начнется уже в сентябре. Сначала подписание договора с Мособлгазом. Затем в кооперативы выйдут подрядные организации и будут готовить дорожную карту. Председатели СНТ задали должностным лицам десятки вопросов. Им предстоит разобраться самим и разъяснить своим садоводам все нюансы программы социальной газификации. Их заверили, что без поддержки в этом важном и для многих долгожданном деле они не останутся. Эта работа очень большая. И она потребует значительных усилий от председателей. Это не значит, что там на территории СНТ будут все довольны. Мы в соответствии с графиком осуществления работ будем сопровождать. Я думаю, что это для садоводов новое. Много там будет различных проблем и вовремя среагировать, скорректировать. Наверное, сегодня мы и обговорили этот вопрос о порядке взаимодействия. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.